Есть психическая энергия, которая наполняет тело, она идет от природы. Что это за энергия? Вот допустим, энергия солнца дает человеку хороший обмен веществ, то есть огонь пищеварения повышается, клеточное пищеварение, иммунитет дает солнце. Она наполняет силой разные органы системы, например, костную систему, зрение наполняет силой солнца. В кровеносную систему. Допустим, анемия рассматривается обычной медициной, как нехватка гемоглобина, железа. Но Айрбеда считает, что есть причина этой нехватки гемоглобина, железа. Причина находится в том, что у человека не хватает правильного контакта с солнцем. Причем это не означает, что человек должен обязательно где-то в солнечном месте жить. Ну то есть человек может даже на Северном полюсе жить, но если он будет иметь оптимистическое настроение, такой жизнерадостность, то он солнце будет захватывать. То есть оптимизм плюс длительное непрерывное движение. Человек начинает прогулки и желает всем счастья. И у него начинает повышаться гемоглобин, улучшаться все показатели, необходимые для того, чтобы анемия прошла. Ну то есть вид совсем подходит к другой причине. То есть я видел людей, я врач, кандидат медицинских наук, поэтому у меня есть разные точки зрения, могут быть. Я видел людей, которые пьют препараты железа и уже я могу видеть тонкое тело психическое. Человек напичкан железом, уже чуть ли не магнит к нему можно подносить. Но железо не идет в кровь, потому что ему не хватает на это энергии солнца. Вот в этом проблема, потому что железа в пище хватает, там яблоки, свекла, там вот так вот завались, незачем препараты пить. Но оно не поступает в организм, потому что не хватает энергии солнца. Энергию солнца надо уметь получать от природы. Энергия свежего воздуха дает человеку крепость организма, крепость мышц, женщинам стройность, мужчине силу, дает хорошую работоспособность, концентрацию внимания, дает нормальное давление, регулирует давление и так далее. Энергия земли дает спокойствие, убирает все воспалительные процессы в организме, дает человеку хороший сон. Энергия земли успокаивает организм, дает ему возможность снятия различных напряжений, воспалений, отдых дает организму. Энергия воды улучшает обмен веществ, улучшает гормональные функции во всем организме, работу нервной системы. И так далее. Каждая энергия нужна человеку для жизни. То есть все функции организма поддерживаются природой. Если человек на природе не бывает, сидит возле компьютера, то постепенно у него истощаются силы для здоровья, необходимые для здоровья. Человек начинает пить таблетки, что-то делать, но ничего не помогает. Почему? Потому что, чтобы таблетки действовали, опять же, нужны эти силы, исходящие от природы. И чтобы получать эти силы, нужно движение на природе. Это как, когда человек двигается на природе, он как насосом вкачивает энергию природы. Есть также психические каналы. То есть мы сказали, что есть физические. Есть психические каналы. Психические каналы тоже наполняются той же самой праной или энергией счастья. Но они наполняются, во-первых, больше от людей, контакт идет с людьми, психические каналы от социума наполняются от людей. И они нужны для отношения к человеку. Для того, чтобы выйти замуж, нужна психическая энергия. Вот, допустим, девушка думает, я, наверное, некрасивая, поэтому не могу выйти замуж. Но это абсолютно неправильное мышление. Девушка не может выйти замуж, потому что у нее не хватает определенного типа психической энергии, которая исходит от людей. И эта энергия примерно называется энергия заботы. Вот если женщина начинает о всех заботиться, всем служить, она наполняется вот этой энергией. И от нее исходит такое чувство, что ее надо взять замуж. Потому что у женщины есть два типа красоты. Первый тип красоты – это красота тела, который вызывает желание, половое желание у мужчины. Но отнюдь не желание взять ее замуж. И вторая красота – это красота ее психики, вот эта красота ее склонности заботиться, служить людям, любить людей. Именно вот это желание любить людей, оно у женщины рождает возможность иметь ребенка. В полном смысле слова. То есть, если женщина любит людей, у нее начинают гормональные функции нормально работать. И появляется желание взять ее замуж, именно защитить ее, заботиться о ней, о женщине. Вот. То есть, вот это надо знать. То есть, социальная слабость женщины, нет силы, как бы, недостаточно силы, вот этой психической. Не дает возможности познакомиться, выйти замуж, она чувствуется одиноко. Но самое удивительное заключается в том, что сначала женщина побеждает в себе чувство одиночества, а только потом выходит замуж.